всем приветики продолжение рыбьей темы так вот это у меня это же рыбка макрурус но уже холодненькая смотрите она уже не двигается как-то отдрыгалась такая нежная ну знаете вот вкуса рыбы как такового нет совершенно вот вкус за счет вкус найти добавляет вот лук укропчик то что я добавляла поэтому может спрашиваю ночью как тебе вкус маринованной рыбки маринованной сейчас я тоже попробую а я еще не пробовала ну пробовал вот но знаете что хочу сказать что он вот эта рыбка она это очень диетическая то есть для вот кто худеет то это как-то обрезать вот возиться с ней я не возилась то есть она уже разделанная было поэтому нормально в холодном виде вообще прелесть может просила чё как тебе ничего нормально ну мне же надо было как-то вывести на чистую воду я говорю на вкус какой-то не рыбины он хоть но какой-то как деликатес тот мне там написал ну типа купила бы лучше горбуши и да это да не вопрос горбушку я пробовала мне не интересно ее это пробовать так и вот эту вот рыбку я хочу попробовать мариновала вчера мариновала то вчера но это самое я хочу вот где-нибудь снизу достать кусочек потому что снизу там как бы сверху масло а снизу а снизу был уксус большинстве своем так ну и лучку конечно же лучку а как обязательно лучку и 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 что хочу сказать в тему рыбы что он больше всего мне вот понравилось жареная больше всего мне понравилось жареная данная она может быть сюда может быть перчику бы вот специи побольше да как с картошечкой можно будет покушать вкус необычный какой то так рыбы вот нет вкуса рыбы нет как такового не vomit trip поэтому я буду готовить это был я буду готовить только жареной жареной мне понравилось жарено мне понравилось а вот отварная холодным виде ни вареном так себе так же вот как и маринованные скажи все время там пару яйца варилась придавить надо рыбку поэтому девочки ну что сказать буду ли я еще его его покупать не знаю буду или нет вот но как-то говорится не попробуешь не будешь знать много накупила я ее пожарю она в принципе она полезна эта рыбка ну то что вот нет такого вот вкуса не знаю здесь один чистый белок практически ну как чистый белок очень большое содержание белка на низкокалорийная то есть для тех кто например вот худеет да это вот идеальная идеальная вещь вот ну 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 вот когда говорится маринованную мы сидим с картошечкой отварной но отвар отваривать я уже не буду лучше жареную сделаю но и мариновать конечно я больше не буду эту рыбу потому что но видите как сказать я например привыклась рыба передо мной то у нее должен быть вот такой выраженный вкус рыбы а тут вот нет такого выраженного вкуса рыбы это скорее всего относится к каким-то знаете типа ракообразным что ли но это глубоководная то есть она вот эта рыбка читала про нее она находится на глубине полторы тысячи километров то есть не 300 извиняюсь не 300 метров как вот ментая там вот эти все рыбки а она очень глубоко находится вот поэтому цена скажу в пределах стоимости ментая ментая это я ментая поэтому не знаю вот потом вкусу всех разные а вот и может больше нравится кому-то меньше ну кому что зайдет нежная очень нежная рыбка такая прям вот во рту тающие но без вот рыбного вкуса возможно какие-то специи для рыбы может быть сюда добавлять чтобы более выразить вкус но вот жареная уровень жареная мне понравилась очень понравилась жареная поэтому жарить буду вот ничего еще не понравился на то что она уже была разделана и у нее не было практически не было ну кое-где встречались плавнички она была почищена никакой чешуи говорят что чешуя очень колется но она почищенная поэтому там не было ничего я ее просто в замороженном виде ну как замороженном подтаявшим на филешечки вот так вот порубила не дала ей хорошо разморозится дуршлаги она там стекала какая-то часть дуршлаги была какой-то я вот в тарелочку раскладывала на полотенце бумажные вот и меняла полотенце два раза и бумажные то есть жидкости очень много вышло ну и потом я жарила это со мной увидели как я жарила кто не видел предыдущее видео посмотрите все а сейчас я буду кушать яички а утренним кофе утренним кофе знаете что обожаю эти салфеточки вот куда хочешь хоть что-то где-то разлилось раз оторвал протер сухо например тарелочка раз оторвал протер все сухо рыбку размораживать раз это положил все прям замечательно прям вообще так что вот так что все и выкину я обожаю этот кетчуп с этими знаете с кусочками вкусненько ой в один день будем елку ставить а сегодня мне надо снять обязательно штуки и постирать сегодня муж у меня уходит на сутки ну как на сутки кусочки попались работать то есть а я буду предоставлен сама себе я заню с уборкой о его заметила ну надо там что-то недели будем ставить ёлку а ёлку поставим уже все потом уборка я не буду заниматься общество чистых тарелок и кофейку с утра и кофейку с утра и вот знаете о извиняюсь смотрю яйца потому что смотрю этим китайцы яйца кидят там на ложках лапша это сверху яйца яйца я цели прям лапша вот это нам заварная наверное не знаю едят едят вот эти яйца 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 я не знаю как у них она вот тут вот не застревает ничем и вообще смотрю все время удивляюсь ну как так ну как так может быть не обязательно эти яйца и даже просто они прям хватают что ли не знаю как они это кто-то мне там написал жрешь всякую химозу какой я химозу жру вот мне скажите какую химозу я жру вот скажите рыбу вот эту мокровь какая же химоза дочь и болезненно хорошая рыба да с необычным вкусом вот я не знаю что это за рыба я ее купила 1 вообще первый раз услышал это и это название вот прочитала то что она полезная особенно для тех кто у кого вот сердечно-сосудистые заболевания сердечко барахлит нас опорно-двигатель ну то есть она вообще для организма очень полезно это рыба для тех кто придерживается правильного питания она очень полезная поэтому никакой химозы там в ней нет этой рыбки поэтому чё вот вы так пишите фигги всякая никакой там какая там химия не знаю вот вполне нормально ну как бы сказать да она без такого вот выраженного вкуса это мясо про мясо про это про светофор опять там какая какая там химоза вот скажите никакая химоза привезли мясо она не замораживалась не размораживалась это вот знаете не то мясо который в брикетиках замороженное привозят я брала такое мясо в прошлом году перед новым годом получилось так что мы не смогли купить мясо вот там где-то покупать это она дорогой тем более перед новым годом со стараться себе там что получше купить и это на рынке на рынках вообще цены взлетают потому что у нас же есть такие фишки которые ну которые как бы сказать считают себя такими богатными вот что они там едят примут парную телятинку спуститесь на грешную землю вы о чём вы о чём вы что хотите сказать я там одна в этом светофоре товариваюсь это мясо там разгребают особенно если праздники летом вот перед выходным и вот ради его разгребают все поэтому что вы тут писать всякую хрень химоза ты там это колбасу магазине жрешь не химозу нет будто я про тоже спуститесь на землю грешную спуститесь на грешную землю нормальное мясо вполне да ну ну как промышленное да у него там сказать дома и сейчас дома тоже так не делают вот если там например для себя конечно не выжигают вот эту шкурку чтобы сальцо шкурочка вот это все мягонькая было естественно что промышленных масштабах этого не делают у них там как-то они по-своему поэтому там шкурки это самое и сала там нету на раньше как хвалились у меня салона четыре пальца но у меня на 6 взять такой слой сала шмак такой салон синий был уж картошки кормили и хлеба сейчас даже на рынке вот такого сала не найдете ну вот вот это о чем говорит о том что кормят на фермер тоже тем же самым корму я уже сто раз говорила не хочу над тем даже разговаривать все у меня же видео должно быть положительным ой позитивным они вот это разбор полетов как это говорится вот у нас прямо полнолуние что ли скоро девчата вы знаете чё вы знаете чё чё-то вчера или значит я готовила короче мой тот сидел за столом говорит но скоро день начнет прибывать вы знаете мечта в голову тюкнуло чтобы действительно скоро же 22 декабря скоро совсем сегодня чё нас 15 чет неделя осталось и день начнет прибывать представляете как здорово следите как здорово то есть сейчас и тут самые темные ночи длинные кто-то хвалится в группе там у нас есть группа ватсапе девчата пишут о это у нас снегом все завалило не пройти кто-то а и в комментарий кто-то написал тоже ой все снегом завалило не пройти не пролезть чё-то нас снега нет нас морозы под 40 и за ну и за 40 зимой ночью нет по моему нас не было за 40 у нас не было за ну к 40 были 39 были такие вот или 41 даже был а снега то у нас вот вот выпало снега повторяется прошлый год в прошлом году в прошлом году вообще снега не было мороза дальше в этом году хоть чуть-чуть снега не знаю что будет на этом клубнику укрывала с чесноком не знаю что будет в прошлом году вымерз в этом не значит не будет и виноград не знаем мы его тоже укрыли но не значит не будет вот там не весел отошел кое-какой начал отходить ночью не знаю раз у нас зона такая рискованного земледелия у некоторых кстати выжил как-то вот уже особенно укрывает но этим делом надо заниматься и знать мы никогда мы никогда не занимались эту награду нам дальше наградам досталось посмотрим мы уже склоняемся больше к тому что у нас нам был ну в принципе сад но и так немножко огурчиков помидорчиков для себя чтобы не сильно упахиваться не в том возрасте чтобы упахиваться раньше чем упахивались семья было дети а как кормить надо было было салатов на зиму накрутить а годы 90 его какие были не сладкие ну и какие были сладкие для советское время все постоянно закатки все это делали в магазинах то особого шика то не было но не скажем что голодали да не голодали нет но очень много своего всего наготавливали и салатов и огурцов и помидоров всего наготавливали и соки эти не компоты вот поэтому ну то что дети были их же это и картошки этой садили по 15 до как мы 20 соток садили 10 суток на сайт что какой родит твои и сдавать эту картошку сдавали да все было коровы было короче держали коровы две коровы у нас было мы держали две коровы было бараны были лошадь была телята ну телят коровы были телята были просят у куры обязательно утки ну а как деревне гуси на гуси не гусей много нет это теребить очень сейчас я уже наверно и не потерплю эти перья такие у них упругие начинаешь это не давливаются в это самое хотелось бы курочек взять брюлеров из по весне мы в деревне как-то брали знаете чем этих не сушек прям по весне не сушек возьмем но у меня 5 не сушечки вот они там несли два-три яйца в день нам двоим там потом еще хотели купить но так и не купили пока не купили поэтому поэтому вот так вот сейчас уже мы так хотим чтобы как бы не сильно вот я пойду там например картошки там у меня есть еще мелкая на винегрет сварить в мундирах вот такая вот что чистить ее это пойду магазин сейчас она дешевая еще пока дешевая ты даже дорогая будет насколько она там будет но возьмешь немножко поесть там супчик супчик сварить такое много нам надо-то подачка так для души для отдыха для всего посадить еще пока никаких семян течет не выписывал меня единственное что значит гераль плоховато растет если честно плоховато плоховато не знаю я их и подкармливала все подкармливала и их подкормила маленькие мои растюшечки этим но не знаю надо на начальник купить я в более лучшего корня образования они посаженные все растут ну как то как в одной паре вот эти вот у меня не знаю огурчики ничего ну там я их хорошо землю знаете что я поняла где огурчиков вот этот вот контейнер это надо было для одного растения у меня два и они друг другу мешать или садить прямо на края надо было прямо на самые края почти их вот так между ними на ошибках учиться если если удастся на следующий год буду садить по другому немножко вот и чё теперь не знаю делать они же у меня вот эту лампу переросли лампу-то переросли теперь мне надо сверху еще одну что ли хочу делать лету поднимать лампу не знаю надо будет подумать покумекать что сделать с лампой с этой ладно девчонки спасибо за завтрак вот поэтому сами решайте по поводу этой рыбы это для меня новая рыба я ее впервые но кто-то там пишет но вы же все крутые уже там давно этой рыбы наелись наплевялись вот единственное что я скажу да если я ее буду покупать то я буду и только жарить предварительно хорошо разморозив разморозив и это самое в горячем сразу прям в горячий сильно горячий раз раз но ведь не вы видели не развалилась ничего не не развалилась вот поэтому и вот она мне жареная понравилась больше всего как то вот вкус такой более насыщен но может быть потому что я добавила эти приправу для мяса туда маринованную наверно специи надо было добавить хотя еще не поздно можно но отварная халов холодном виде тоже ничего то есть если допустим заботится вот то что там жареная это есть там на диете то отварная но в холодном виде вообще она не дрыгаться вот это желейки нету такой вот но ложками девочки пишут ложками хлебать никакими ложками не хлебал повторяющую раз я уже говорила еще раз повторяла дочки все я могу сейчас еще чего-нибудь нам наговорить но думаю что нам достаточно все мои пупсики с вами была ваша пупсиана красивая девочка галя красивая девочка галя это я пенсионерка из сибири самая позитивная причем на всем просторах интернета а вы у меня тоже самые самые хорошие и самые самые любимые мои зрители мои подружаечки поэтому пока и до новых встреч на следующем видео красивая красная чашечка взяла маленькую я беру бокал лично это не допивая его кофе остается поэтому решила кофе поменьше на качестве мило такие вообще кофейные есть мы же русские чуна вот это кофеечек пару глотков не пойдет все ладно